Всем привет! Сегодня не совсем обычная тема для моего канала. Немного поговорим об оккупантуре. Да-да, вроде ничего общего с ухеревой медициной, но имеет очень древние корни в лечении болезней. Не буду объяснять что-то такое, зачем и почему. Сами копайте в интернете. Да не собираюсь я вас с головой загонять в эту тему. Если реально, то в эту сферу по-настоящему надо жизнь посвятить. К тому же столько этих биоточек и комбинаций, что как китайская грамота. Тем не менее, я постараюсь за полчаса вас обучить самим основам и способу, при котором в узкой ветке болезней вы, возможно, станете профи. Меня самого еще на начальной школе по парапсихологии обучили этим основам и привили понимание этой сферы. Напомню только одно, что эти точки на самом деле являются биоэнергетическими и существуют только при живом организме. Если тело умирает, то таких точек вы уже не найдете. На курсах нам привили не только способы и понимание, но и посвятили в некие практические тайны. В основном это были определенные комбинации и методики, которые непосредственно давали серьезный результат, даже при наличии только начальных знаний и навыков. Одну из комбинаций я вам сегодня раскрою и дам некие общие рекомендации. Скажу главное. Предлагаемый метод предназначен для прямого лечения дыхательных путей. Да, именно лечения, причем очень эффективного. Это касается легких, бронхов и горнон. Все же знают, что самая проблема заболеваний это респираторная. Ну там аллергия, астма, воспаление легких, обычная простуда и там подобное. Так как при нашей окружающей экологии и действительности поражается обычная дыхательная сфера. Обучали нас в далеком 92 году, когда еще не было интернета и доступа к информации. Тем не менее, я обратил внимание, что те точки, которые нам показали, не указаны ни в одном реальном атласе. И когда появился интернет, и по сегодняшний день, этих точек я нигде не нашел. Тем не менее, результат от них колоссальный. Я уже рассказывал, что со здоровьем у меня было очень плохо. Если вкратце, то за полгода до начальной школы по парапсихологии, я заболел двухсторонним воспалением легких. Пытался вылечиться на ногах, получил дикое осложнение и свалился на эти полгода в кровать. Из них два месяца провалялся в двух больницах, где меня лекарствами залечили вообще в край. И уже выписывали как безнадежного. Но я фактически дополз до своей последней надежды, поднялся на ноги и вернулся значительно в лучшем состоянии домой. И уже через полгода поехал на высшую школу биоэнергетики, где окончательно стал тем, кем сейчас себя позиционирую. Первым, кого я вылечил при помощи акупантуры, приехав с начальных курсов, был мой сын. Ему тогда было почти 10 лет. Пока я шарился по больницам, оказалось, что у него развилась жесточайшая астма. Уже и в школе его на учет поставили, как астматика, и от физкультуры освободили. Когда я был здоров и развелся, то дети жили со мной. Но ввиду моего лежачего положения, их периодически забирали родственникам. Возможно, где-то как-то астма и развилась. Приехав с курсов, сильно окрепшим, я уже смог снова продолжить полноценную жизнь. И дети, естественно, вернулись. Но оказалось, что у сына постоянные приступы, и даже приходилось по ночам вызывать скорую, так как реально задыхался. Я решил плюнуть на этих медиков, так как они ничего же не делали, только снимали воспаление. И как только у него начинался приступ, а в основном такое было по ночам, то работал над этими точками. В результате ему становилось значительно легче, и приступ снимался без всяких медикаментов. Уже точно не помню, но где-то около месяца это лечение продолжалось. В результате приступы прекратились, и только некоторое время были остаточные явления. После чего были интересные казусы. Его долго не хотели снимать с учета, врачи все не верили. А в школе не хотели восстанавливать на уроке физкультуры. Он же не мог остаться без оценки, хотя в основном был почти отличником. Ну и, конечно, на себе проводил тренировки, так как надо же было окончательно вывести из легких и бронхов нажитые проблемы. В общем, я после много когда пользовался подобным методом, вылечив немало народу по дыхательным проблемам. Вот и сейчас, после того, как мне сожгли снова легкие и бронхи пару месяцев назад, я кроме всего остального восстанавливался через эти биоточки. Ладно, хватит лирики и инстальгии. Приступим к делу. В общем, если у вас самих, или у кого-то возникли проблемы с легкими бронхами и горлом, то в первую очередь тщательно обрезайте ногти на трех пальцах двух рук. Естественно. В большом, указательном и среднем. Да-да, режьте-режьте. Теперь смотрим на наглядное пособие. Вот у нас, к примеру, такой атлас, где есть меридианы, точки и тому подобное. Можно посмотреть на этот. Можно на этот. Но нам это почти ничего не понадобится. Как и это. Вот с этим было бы интересно поговорить, порассказывать. Помните, у меня такой посох есть? Вот точно такой же. Это все ладно. Вот теперь смотрим внимательно. Смотрим на грудную клетку. И запоминаем. В первую очередь, что нам надо найти. Точки отсчета. Вот это яремная впадина. Вот ее край. А вот здесь мечевидный отросток. Вот над ним тоже есть впадинка. Вот от сих до сих примерно так сантиметров 20, грубо. Ну, конечно, больше-меньше, как у кого. Вот эти наши точки отсчета. А теперь смотрим внимательно. Вот тут у нас расположены ребра. Вот они сходятся. И вот здесь вот тоже находится, если мы будем щупать вот здесь, между ребрами. Или вот здесь. Вот этот отросток. Вот впадина. И вот именно эти сочленения между ребрами. Вот тут мы видим меридианы. Нас еще будет интересовать чуть-чуть вот этот центральный меридиан. И три точки. Но это попозже. Вот то же самое. Но это нас все не интересует. Вот здесь хорошо видно. Вот эта впадина. Вот этот отросток. А вот тут, будем так называть, щели между ребрами. Они как-то, правда, здесь начертены не очень. Но, тем не менее, вы их можете нащупать. Поэтому и нужны были обрезанные ногти. Так как подушечками вы туда не залезете. А нужно прямо самим пальцем. Фактически там, где ноготь. Туда доставать. Довольно-таки глубоко. Так вот, что мы делаем с этими точками. Точки расположены. Вот если мы видим. Они находятся очень глубоко в этих щелочках. В сочленениях между ребрами. Попарно. С одной и с другой стороны. Поэтому нам, мы, например, берем два указательных пальца. Левый и правый. Соответственно, если вы на себе делаете, то, соответственно, на себе. Вот нащупываем, значит, эту впадину. Вот здесь впадина. И начинаем отсчет. Примерно вот от этой впадины снизу вверх. Именно должно быть все снизу вверх. Нащупываем вот здесь вот и здесь точки. Ну, залазим туда как можно глубже вот в это сочленение. Немножко будет сперва необычно и непонятно как это. Но вы потом разберетесь. В общем, естественно, это делается тогда, когда у вас есть какие-то проблемы с дыхательными путями. И когда у вас эти проблемы есть, и вы начнете массировать вот эти вот места глубоко, они глубоко сидят, еще раз повторяю, например, указательным пальцем. И вы делаете круговые вращения. Например, по часовой стрелке. Вот слегка. То есть вы массируете, давите на эту точку. И делаете небольшие круговые движения пальцами. Шесть раз в одну сторону, шесть раз в другую. Вперва вы можете ничего не почувствовать. Но надо давить достаточно сильно. То есть вы давите и вращаете. Здесь и здесь. Потом переходите на следующее сочленение. И повторяете то же самое. Углубленно пытаетесь туда зацепиться вовнутрь. И опять вращение. Шесть раз туда, шесть раз сюда. Следующее, следующее, следующее. И вот так вот. Примерно вот до сюда. Вот эти шесть рядов с одной стороны, с другой стороны. Надо именно параллельно друг с другом массировать. Если у вас серьезные проблемы с легкими или бронхами, или с горлом. Вы уже на второй раз. Если с первого раза ничего не почувствовали. Уже почувствуете, что у вас там будет болевые ощущения. То есть вы будете давить и так же делать, массировать. И у вас там появятся такие болезненные, неприятные ощущения. Вот вы давите и какая-то там будет точка, горошина. Ну конечно не горошина, но что-то вроде как зернышко такого твердого. Оно начнет, вот эти точки начнут себя проявлять. Они начинают пробиваться. То есть вот поток энергии, в них закупоренный, начинает потихонечку эти пробки выдавливать. И вы их начинаете чувствовать. В принципе, это конечно процедура болезненная достаточно. Особенно при серьезных осложнениях, вот с легкими или бронхами. Но тем не менее, это надо терпеть. И не бояться, что вот вы давите и там может быть что-то хуже. Нет, ничего хуже не будет. Болевые ощущения, конечно, будут знаметные. И вот, когда вы почувствуете наконец, что вот например, вот здесь вот вы почувствовали, например, что у вас эти точки воспалились. И вы продолжаете уже давить на них с круговыми вращениями 6 по 6. То есть 6 и 6, 36. 6 раз туда, 6 раз обратно, 6 раз туда, 6 раз обратно. Параллельно, независимо. У вас может, например, эта точка больше болеть, эта меньше или вообще не болеть. Не имеет значения. Вы все делаете попарно. Потом проходите следующую, следующую и так повторяете снизу вверх до конца. И вот так несколько раз. Но именно заостряете внимание на тех болезненных точках, например, они у вас может вот только вот эта пара болеть. И, например, вот эта пара и эта пара. Или нижняя. Или вот только верхняя будет у вас пара болеть. Что это значит? Вот эти точки, пары, они отвечают за бронхи. Более верхняя отвечает за легкие. Самая верхняя уже пошла за горлом. Но вот еще нам с этого центрального меридиана понадобятся вот эти точки. 19, 20, 21. Находить их тоже легко, но это потом, уже после того, как вы справитесь вот со всеми этими. Значит, когда желательно это прекращать? Когда вы почувствуете, что вот эта боль, она будет сильнее, сильнее, сильнее. В этих точках, к примеру, вот, например, у вас воспалены 4 вот эти точки. Это как раз получается, что между бронхами и легкими где-то у вас возникла проблема. Воспалительный процесс идет. Или, например, вот здесь вот, да, вот в этих точках. То есть, это у вас легкие, значит, воспалены. Причем по этим точкам можно понять, то ли это окончание легких, то ли это начало легких. И вот вы, например, вот эти 4 точки давите, они у вас все больнее и больнее. Причем, может так болеть, но довольно прилично. У меня пациенты некоторые даже не выдерживали. Причем, просили пощады, но все равно терпели. То же самое я и на себе делал. Да, кстати, еще такая проблемка, что когда сами себе делают обычно, то очень жалеют. И вот сколько раз я говорил своим знакомым, родственникам и так далее, как пользоваться правильно и все остальное. И вот им говоришь, ну вот у тебя проблемы, вот кашель там, еще что. Ну пройдись по точкам. Ну я, говорит, пытался. Ну вот мне больно, мне себя жалко. Давай ты. Вот такие вот отмазки. И приходилось мне заставлять заниматься экзекуцией садизмом. То есть, например, у вас эти точки, болевое ощущение повышается, повышается, а потом как-то раз и резко пошло вниз. Болевые ощущения, я имею в виду. То есть, стало значительно меньше. Все, можете прекращать. Вы эту точку или ряд точек, вы пробили. И имейте в виду, что вот именно в тех местах, где особо сильно болело, и после нескольких процедур, а это надо делать, естественно, практически каждый день, даже бывает по нескольку раз, если у вас серьезные проблемы. Особенно с астмой, вот приступы, или воспаление легких подхватили, и у вас там ужасающее положение, то это бывает несколько раз в день надо делать. Но опять же, если вы, например, сделали, и, например, там через 3-4-5 часов повторяете, и у вас вот нету этого симптома, что вот сильнее и сильнее, и потом прекращается, то и не надо. Значит, еще рано это делать. То есть, это надо опытным путем подбирать. И вот на этих местах могут появляться до того, фуговать энергия, вот грязь эта выходить, что там может даже типа что-то такое, фурункулов появляться, или язв небольших. Ну, такие, не то что язвы, но язвочки что ли, вот так. На этом месте такое будет сильное покраснение, прям, прям, вот как, ну, как фурункул, да, бывает, выходит там, какая-то вот бывают такие, что прямо вот на самом деле, ну, очень как травма. Это все не смертельно и не страшно. И бояться этого не стоит. Это так и должно быть. Чем серьезнее у вас проблемы, тем оно может сильнее вот так вот выходить. И в этом плохого ничего нет. Вот как банки ставите, там у вас синяки возникают сильнейшие такие, что потом неделю они отходят. Вот, они же возникают из-за чего? Потому что у вас проблемы. А так, фактически, если нету проблемы, то и синяков нет. То же самое и здесь. Вот эти именно точки, они пробившись, выпускают эту грязную энергию через себя. И выход происходит, соответственно, чистка. Энергетика пошла, и все, идет очищение, то ли бронхов, то ли легких. Естественно, у вас снимаются и приступы, и происходит настоящее лечение. И мы возвращаемся немножко к вихревой медицине. То есть, соответственно, там прикладываем торы, там или плоские, или посох для нас очень хорошо будет. Это все как раз параллельно надо действовать. Делаете и то, и другое, и у вас будет эффект грандиознейший по этому поводу. И теперь вернемся теперь к этим точкам. Вот так, как я вам сказал, то, что надо пробить вот эти боковые, которые находятся в межреберье, то есть в этих щелочках межреберных. И тогда уже напоследок, потому что горло все равно, если у вас воспаление легких и бронхов, то, естественно, и горло будет воспалено, или даже в основном-то идут все заболевания наоборот. От дыхательных путей сверху, то есть через нос, слизистая, горло, и пошло-пошло, инфекция сверху-вниз идет. А выдавливаем мы ее снизу-вверх. Понятно, да? То есть мы ее выдавливаем, чтобы она пошла обратным путем. Именно все надо обязательно, ни в коем случае сверху-вниз не делайте, только снизу-вверх. И не имея значения, больные у вас только легкие, или только бронхи, или только горло. Все равно надо начинать с точек всех изначально, сначала до конца. И только уже более интенсивно массировать те самые болезненные точки. И уже в самом конце делаем вот эти 19, 20, 21. Как мы ее находим? Вот, как я уже сказал, вот эта еремная впадина. И вот мы от этой впадины ставим палец. Ну, если мы делаем на себе, то можно поставить, например, указательный палец сюда. То есть верхняя часть пальца должна быть на уровне вот этой впадины, начала кости. Мы кладем этот палец, потом следующий и следующий. Три пальца. И между ними, вот как вот здесь, палец один, вот второй, например, третий. И между ними располагаем три пальца другой руки. И вот эти пальцы как раз попадут, вот второй руки, как раз попадут на эту 21, 20, 19 точки. И вот мы их тоже массируем от 19, 20, 21 снизу вверх. И смотрим, если они тоже воспаляются, и тоже вот такой вот происходит эффект выдавливания изнутри, как пробки. Мы это все делаем. Если нет, ну, значит, помассировали и ладно. Но не забывайте, что сперва вы можете массировать первый раз, у вас может быть никакой реакции. А уже начнете второй раз или третий раз массировать, у вас, вы уже почувствуете, что там что-то происходит. Оно начинает, энергия выдавливаться. И вот ее надо все выдавить. И, соответственно, делаете это все до тех пор, пока, наконец, не почувствуете серьезное облегчение. И когда у вас точки уже перестанут реагировать. Конечно, если у вас там возникнут фурунклоязвы, то будет, конечно, сложно определить уже, потому что сами эти фурунклоязвы будут побаливать. И еще дополнение ко всему этому. Кроме, естественно, общей картины меридианов и этих точек, которые существуют, есть еще точки на руках, на ногах, на ушах. Ну, с руками тут особый случай, я не буду заостояться. А вот с ногами и особенно ушами я бы еще поговорил. Значит, вот сами уши, видите, да, как вот тут все расположено. Вот чисто условно здесь и обозначено. Мочки ушей, например, это вот лицо, да, тут. Тут зубы, челюсти и так далее. Там вот позвоночник мы видим, руки, ноги. Все мы тут видим. То есть, если вот посмотреть на ухо, это перевернутый эмбрион ребенка. Голова здесь, то есть скрученная, вот он поджатый, вот как он находится в утробе. Вот примерно вот так он расположен. И, соответственно, вот ушная раковина повторяет этот эмбрион. И все, что вот эти капунтурные точки, которые находятся, они примерно повторяют это же положение. Левое, правое ухо. Вот, опять же, тут по-другому. Видите, миндалины, глаза, языки, челюсти, колени. Пошло, пошло, пошло. То же самое. Тут вариант. Тот же тут вариант. Вот такой. Это вы все можете, атласы эти, найти в интернете сколько угодно. Вот попроще. Вот у нас мы с таких начинали. Все, все, все это есть. Видите, везде эмбрион человечком. Вот такое. На руках, на руках. Я говорю, это особый случай. Здесь с точками надо особо работать. И это больше специалистам нужно. Вам это нет. Не особо важно. А вот с ногами очень полезно все-таки или по мелкой гальке ходить, или вот есть такие массажеры для ног. Вот ими полезно периодически ступни себе обрабатывать. Это было бы очень полезно. Возвращаемся к ушам. Вот, к примеру, такое. Значит, почему я застряю на ушах? Дело в том, что очень полезно, вот когда мы занимались межреберными сочленениями, вот этими точками, вот параллельно, параллельно, этому очень хорошо массировать точки на ушах. То есть, берете двумя ручками, левое правое ухо, левое правое ручка, и тут уже подушечками пальцев, вот указательным и большим, массируете само ухо, само ухо вот с двух сторон. Просто сжимаете с одной и с другой стороны. И просто массируете, вот начинаете от мочка уха, и пошли, пошли, пошли. Но если вы заранее знаете, что у вас, какие проблемы, вот, ну, например, нам нужны дыхательные пути, мы начинаем вот тут вот. Нажимаете, просто нажимаете, даже не имея значения, вам не обязательно знать вот про эти точки, где и что находится. Примерно вот должны знать, что вот тут ноги, здесь руки, здесь вот. Вот, пожалуйста, позвоночник, и вот здесь вот как раз начинается вот это дыхательные пути и все остальное. Вот примерно. И вы просто потихонечку, потихонечку массируете вот эти ушные вот места. И вы почувствуете, если у вас есть проблема, а она у вас будет, если вы вот те точки начали нажимать и вот массировать, и у вас произошло то, что я вам рассказывал, болевые ощущения и так далее, то обязательно вы здесь тоже почувствуете в некоторых местах. И вот там, где вы, вот, например, вы жмете, жмете ничего, ничего, а вот тут раз, и чувствуете, что вот какое-то болевое ощущение есть, точечное. Именно оно будет, ну, вот, как маковое зернышко буквально, такое прощупываться через какую-то толстую ткань. Вот это вы почувствуете. Вот, например, вот эта точка у вас болезненная. И вы опять то же самое делаете. Тоже нажимаете достаточно сильно. Ну, конечно, чтобы ухо не оторвать и не выдавить. Но достаточно интенсивно. И опять же стараетесь, типа, вот массировать тоже по часовой, против часовой стрелки. И тоже по той же методике. Сперва вам будет больнее, больнее, больнее. Потом наступит момент, когда эта боль вдруг резко раз и спала. Все. Вы эту работу сделали. И вот вообще стараетесь по жизни, вот, если вам делать нечего, там, или руки не заняты, можете просто вот сидите, да, вот что-то чувствуете где-то, что-то как-то, какое-то недомогание. Раз, прошлись по точкам, прошлись, прошлись. Если у вас конкретно с ногами проблемы, вот, пожалуйста, нажимайте, жмите, и вы почувствуете эту проблему прямо в точке. И вы начнете вот эту энергию грязную, эту выдавливать прямо через эти точки. Вот что-то с руками, значит, руками. Ну, и так далее. Тут уже можете заостряться, вот. Видите, какие символы. Все соответствует, на самом деле. Все абсолютно соответствует. Вот такие вот секретики. Занимайтесь, жмите, не бойтесь. Опять же, даже на ушах могут появляться эти фрунклы и язвы. То есть у вас серьезная проблема. И вам обязательно надо было это сделать. Тоже, я говорю, ничего страшного. У меня тоже сколько раз были, что на ушах какие-то были, вот, типа таких язв, что невозможно было даже дотронуться. Не то, что что-то давить. Я уж не говорю на груди про эти точки. Само собой, вот сейчас у меня тоже, когда я, говорю, последний раз вот восстанавливался после того нападения, то у меня тоже вот прямо вот на этих точках, особенно на легких, нет, на концах легких и на бронхах, да, на бронхах у меня вот возникали эти язвочки. Напоследок, вот что еще дополню. Если у вас есть некоторые навыки по биоэнергетике, то старайтесь этим воспользоваться при массаже этих точек. В принципе, пробуйте и те, кто такими способностями не обладает. Старайтесь массировать точки синхронно со своим дыханием. Делайте по часовой, выдыхаете. То есть, как бы вдуваете энергию в эту точку, а точнее биоканал через тот палец, которым массируете. Вдыхаете, соответственно, против часовой стрелки. То есть, вытягиваете грязную энергию через канал наружу. Да, и обязательно после массажа помойте руки теплой водой, делая движение, словно вы снимаете хирургические перчатки. Еще как информация, имейте в виду, что левые точки отвечают за правое, правое за левое. Вот так сможете ориентироваться, какая именно область легких и бронхов повреждена. Так-то я не занимаюсь профессионально подобными массажами. Но те основы, которым меня обучили, да еще многим другим точкам и особенностям, позволили получать серьезные результаты. Кстати, в одном из видов обучения нам показали, как правильно вправлять шейные позвонки и сам позвоночник. Правда, я так и не решился вправлять шейные, так какие шансы вообще ее свернуть. А вот со спиной у меня очень неплохо получается. И это, кстати, совсем не сложно. Возможно, тоже когда-либо покажу. Кстати, вот эта фотография с моими детьми сделана, когда я обучался в высшей школе по парапсихологии. Именно в Сочи все это и было. Пока был на лекциях, дети сидели в гостинице или были рядом, а вечером уже шли на море отдыхать. Снято именно через полгода после победы над болезнью и полного пересмысления жизненной позиции. А еще прошло месяца 4, когда я вышел из полуторамесячной голодовки по окончательной перестройке организма. Вот о ней я рассказывать не буду, так как можете дровно ломать. Сын здесь тоже уже здоровый и без астмы. А вам всем желаю поправлять свое здоровье и нести пользу людям. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»